Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Что такое криптовалюты и как на них заработать? Прежде всего, хотелось бы уточнить, хорошо ли меня видно и слышно, чтобы мы могли начать изучение того материала, который мы на сегодня подготовили, и обсудить те темы, которые сейчас находятся в центре внимания всех тех, кто следит за криптовалютой и тем, что с ней связан. Что ж, отлично, спасибо за обратную связь, я вижу, что меня хорошо видно и слышно. Начинаем рассмотрение нашей основной темы. Это уже четвертый наш по счету вебинар, посвященный теме криптовалют. В ходе прошлых из них мы очень подробно рассмотрели теоретические аспекты, а также на каждом вебинаре давали торговые рекомендации, которые будут актуальны в следующие дни и до следующего вебинара. Также мы поступим и сегодня. Я думаю, что теории мы сегодня уделим совсем небольшое количество времени, буквально 3-5 минут, чтобы те, кто только начинает знакомиться с данной сферой, были более или менее в курсе и понимали то, о чем мы говорим. После этого, конечно, мы сразу же перейдем к разбору основных новостей, связанных с криптовалютой. Прежде всего, всех интересует, почему мы наблюдаем столь масштабное снижение в последние дни. Сегодня состоялось настоящее ускорение вниз. И с чем это вызвано, мы с вами детально разберемся. А самое главное, поймем, что делать дальше, как работать в этих условиях снижающегося рынка. Потому что, я думаю, что за 2017 год все привыкли к тому, что биткоины и прочие криптовалюты постоянно растут в цене. И, в принципе, стратегии работы были довольно простыми. Это войти по тренду, либо на откате, либо после пробоя максимальных значений. Все то, о чем мы говорили в кодсе прошлых вебинаров. Но вот сейчас мы видим, что ситуация несколько изменилась. И нужно будет, опять же, самое главное понять, что нам ожидать дальше. После этого анонсируем наши новые продукты. Прежде всего, сообщу сразу о том, что мы запустили счета в криптовалюте. То есть, теперь у вас баланс счета может быть не в долларах США, как все привыкли, работая с брокером, а именно в биткоинах. Поэтому торговать с криптовалютами становится еще удобнее, если вы имеете их на вашем кошельке. Итак, пожалуй, начнем с того, что вы видите на слайде. Я думаю, что с понятием криптовалют все так или иначе уже знакомы. Это такие же самые валюты, как и все остальные. Доллар, рубль, евро, британский фунт. Но за одним лишь самым главным отличием их нельзя пощупать. То есть, они являются полностью виртуальными либо цифровыми, но, тем не менее, имеют полную платежную силу. И, конечно, вы можете на них купить в данный момент все, что угодно, начиная от автомобилей, довольно дорогостоящих. Многие автосалоны, особенно в Европе и США, уже принимают криптовалюты. Это не новость. И заканчивая даже элитными жилыми комплексами, мы об этом тоже в свое время говорили. Биткоин – это первая из криптовалют, появилась почти уже 10 лет назад. И главное преимущество, которое изначально все отмечали, это то, что она во многом анонимна. То есть, нельзя пока еще узнать имя отправителя-получателя. И, конечно же, еще более весомый факт – она не регулируется пока ни одним из центральных банков, либо правительств той или иной страны. Ну, в данный момент, конечно, предпринимаются попытки различных государств начать контролировать данную сферу. Отчасти эти слухи давят негативно на курс криптовалют, потому что повышенный контроль, повышенное внимание со стороны многих стран мира, конечно, исключает те позитивные моменты от использования криптовалют, которые закладывались изначально еще разработчиками данного инструмента. Но, тем не менее, учитывая то, насколько развиты сейчас интернет-технологии, защита данных, а также учитывая ту технологическую основу, которую имеют криптовалюты, можно с уверенностью говорить о том, что пока нет никаких угроз для криптовалют со стороны контролирующих органов и тех, кто, возможно, попытается их контролировать в ближайшее время. Немного забегая вперед, скажем, что даже если Китай, предположим, полностью запретит и бирж криптовалют, помимо ICO, которую он уже запретил, и запретит, скажем, кошельки биткоина, но все равно будут возможности технические, будут возможности для того, чтобы этими инструментами пользоваться и зарабатывать на изменении стоимости курса этих инструментов. Поэтому, опять же, данная сфера, пожалуй, будет самой сложно регулируемой со стороны тех, кто попытается это сделать, и пока нет никаких предпосылок для того, чтобы появился какой-то контроль за данной сферой. Кто-то говорит, что это плохо, потому что в свое время были скандалы, связанные с тем, что различные запрещенные товары можно было бы оплачивать с помощью криптовалют, и был скандал даже с целым сайтом, который занимался тем, что сводил между собой покупателей и продавцов таких вот запрещенных товаров. И в 2013 году был громкий процесс по этому делу в совокупности с банкротством биржи криптовалюты. МТГОКС тогда вот это и вызвало ту волну снижения, которую мы наблюдали именно в 2013 году. Если на график посмотрите этого актива, то, конечно, отметите коррекцию более чем на 70% от максимального значения, которое было в тот момент зафиксировано. На самом деле, сегодня наш главный вопрос, который мы в ходе вебинара обсудим, это определение того сценария, который мы наблюдаем сейчас. То есть, что мы видим в данный момент, это всего лишь коррекция, откат и хорошая возможность для того, чтобы купить биткоин и прочие криптовалюты по низкой цене, ну, по относительно низкой цене. Либо это все-таки полноценный разворот, и мы видим очередную волну снижения по криптовалютам. Вот давайте вместе с вами попытаемся выяснить ответ на данный вопрос. Двигаемся далее. Вот про майнинг, я думаю, вы тоже слышали, потому что, я думаю, каждый, кто сталкивался и начал, начинал изучать тему криптовалют, задумывался о том, чтобы сделать свою ферму, начать добычу биткоинов, либо более дешевых и более простых в добыче криптовалют. Но, опять же, рано или поздно многие приходят к тому, что понимают, что, скажем, есть более эффективные источники получения дохода со сферы криптовалют. Потому что майнинг, опять же, это дело тонкое, что называется, почему? Хотя бы потому, что при снижении курса основных криптовалют вы будете зарабатывать меньше. Это уже не говоря о том, что сами по себе затраты на добычу криптовалют постоянно увеличиваются, нужны будут все новые инвестиции, потому что, опять же, технологией запрограммировано такое свойство, как усложнение добычи с достижением определенного этапа. И, конечно же, на обычном домашнем компьютере уже нельзя будет просто сидеть сейчас в данный момент и получать какой-то ощутимый доход. То есть это могут быть какие-то небольшие крохи. Да, учитывая, что пулы сейчас майнинга, в принципе, довольно развиты, и можно получать хоть какой-то доход с этого. Но, опять же, без серьезных инвестиций он будет минимальным. Но самое главное, что если курс криптовалюты снижается, то ваш доход падает ровно в таких же пропорциях, в каких снижается и этот курс. Если же мы говорим о том, чтобы заниматься трейдингом криптовалют, либо зарабатывать на спекулятивных сделках по покупке или продаже этих активов, то, собственно, чем компания Amarkets и занимается, то есть предоставляет доступ для трейдеров к торговле криптовалютами, вот эта сфера, это направление работы с криптовалютами, оно более устойчиво к изменению котировок криптовалют вниз, потому что вы можете просто продать любую криптовалюту по отношению к доллару, например, и заработать ничуть не меньше с падения, нежели с ростом криптовалюты. Поэтому, опять же, если мы сравниваем, скажем, майнинг и трейдинг, то, безусловно, второй аспект сейчас выходит на первый план. То есть те, даже многие мои знакомые по данной сфере, до сих пор, скажем, имея ферму уже несколько лет, ее продолжают содержать, обслуживать и получать с нее доход, оно постепенно переориентируется на конвертации криптовалют и на заработки, на изменения курса криптовалют. Поэтому, я думаю, с этим вопросом все понятно. Ну, опять же, да, простое замечание, которое, я думаю, что вы также уже где-то видели, либо слышали. Количество биткоинов заранее известно и ограничено. Это тот факт, который очень долго толкал котировки криптовалют вверх. Да, пожалуйста, уточните, у кого-нибудь еще звука нет или у остальных участников все в порядке. Поставьте плюсики, у кого звук есть, пожалуйста, в общем часик. Да, отлично, дальше можно не ставить, спасибо. Значит, Николай, видимо, что-то у вас. Да. Хорошо, двигаемся дальше. Вот технологически, опять же, было заложено много довольно хитрых моментов, которые подстегивают постоянно курс криптовалют. И очень долгое время вот именно на этих фактах и держался ажиотаж вокруг данной сферы. То, что количество биткоинов заранее известно, ограничено, всего 21 миллион их может быть, плюс сложность добычи постоянно увеличивается, то есть предложение самих монет, оно замедляется и падает, а значит спрос должен расти, ну, по самому базовому закону из экономической теории. Этот слайд относится к вопросу хранения биткоинов. Да, их можно хранить на специальном кошельке в интернете, можно на жестком диске компьютера и даже на мобильном устройстве, но, опять же, вот постепенно все переходят к тому, что либо хранят биткоины на кошельках, точнее на торговых счетах на бирже криптовалют, либо просто имеют торговый счет у брокера и выводят либо ту же самую криптовалюту на свой кошелек, либо просто сразу конвертируют ее в доллары на счетах у брокера и выводят доллары на свою привычную банковскую карту. Поэтому вот именно такой путь выбрали многие. Данный слайд, почему биткоин будет расти и дальше, сейчас, возможно, стоит пока отнести на второй план. Да, есть много факторов, которые подстегивают интерес к биткоину, которые будут являться катализатором для его дальнейшего роста, но это все при одном условии. При условии, если спадут панические настроения, тот страх, который есть сейчас вокруг рынка криптовалют и, в первую очередь, биткоина. Потому что, если мы посмотрим на график биткоина и любой другой криптовалют, то увидим, что они очень сильно коррелируют между собой. Вот в ходе дальнейшего нашего вебинара, когда мы уже перейдем в торговую платформу MT4 и будем разбирать торговые возможности, которые есть в данный момент, мы поймем, что есть некие корреляции, которые можно будет использовать в дальнейшей работе. Так или иначе, любая криптовалюта смотрит, ориентируется на биткоин и те так называемые арбитражеры, то есть те, которые зарабатывают на том, что вот эти корреляции расходятся между ценой активов, вот это все будет работать и дальше. Поэтому, опять же, вот самый главный элемент, самый главный факт, который влияет на котировки биткоина, прежде всего, это настроение участников рынка. То есть тот внешний фон, который есть, он может интерпретироваться по-разному. Мы одну и ту же новость можем как с позитивной точки зрения рассматривать, так и с негативной. Но важно понимать, что... Именно настроение участников рынка, то есть психологическая составляющая, в большей степени влияет на курс. Опять же, вспомним прошлые тенденции, когда мы видели значительные коррекции по биткоину. Все начиналось с того, что появлялся какой-то информационный повод, который заставлял всех массово продавать. То есть те, кто купили биткоин по лучшей цене, либо те, кто только недавно его купил, начали быстро закрывать все свои позиции, потому что появился какой-то негатив. То есть попросту все испугались. В 2013 году, повторюсь, была ситуация очень неприятная с тем сайтом, который сводил между собой продавцов и покупателей запрещенных товаров, включая оружие, наркотические вещества и так далее. И тогда многие неосведомленные участники, которые еще не знали, что такое биткоин, решили, что это просто какое-то мошенничество, какая-то финансовая пирамида, либо какое-то средство платежей, судя на именно для криминальных элементов, поэтому не стоит даже в это ввязываться, в данный проект и как-то вообще с ними работать. Вот тогда, напомню, те, кто слабо представлял перспективы данной технологии, начали массово избавляться от биткоинов, и мы увидели коррекцию. Если мы посмотрим на график того времени, то с 1100 долларов за один биткоин мы в какой-то момент довольно быстро опустились до 335. То есть биткоин потерял более 70% своей стоимости на тот момент. То же самое может повториться и сейчас вполне, но опять же для этого нужно, чтобы этот негативный фон, который надметается, он поддерживался другими участниками рынка, чтобы поток продаж не останавливался. Ну, сделать это будет довольно непросто. Двигаемся дальше. Ну вот те теоретические вопросы по блокчейну и по ICO, я думаю, вы тоже неплохо уже знаете, на них очень кратко остановимся. Блокчейн – это просто технология, на которой основан биткоин и все другие криптовалюты. Это новый способ хранения и обработки информации, когда все хранится не на каком-то одном сервере главном, да, и централизованном, а вот именно, что наоборот, не централизованно, находится на многих серверах, почти на каждом компьютере этой системы. За счет чего обеспечивается, опять же, очень высокая степень надежности данной технологии. ICO – это просто способ привлечения инвестиций под стартапные проекты, стал возможным благодаря появлению криптовалюты эфир, я думаю, вы все про нее слышали. Эфир также очень волатильный инструмент, сейчас это вторая по капитализации, по своему масштабу криптовалюта в мире, и многие называют ее даже в скором времени сменой для биткоина, то есть она вполне может стать первой по многим причинам, хотя бы потому, что может использоваться не только для расчетов между участниками системы, но и для реализации бизнес-проектов, то, о чем мы сейчас сказали. Далее, обычно в ходе вебинаров мы приводим сравнение между биржами криптовалют и брокерской компанией, потому что есть ряд моментов. Вот опять же, биржи криптовалют себя несколько дискредитировали в ходе истории своего становления, опять же, было несколько инцидентов печальных, последний, это с биржей BTC в этом году, когда на несколько месяцев оказались заморожены деньги трейдеров, и они не смогли поучаствовать в росте биткоина и других валют в августе, потому что просто не имели доступ к своему счету, их счета были заморожены. Поэтому мы, опять же, рекомендуем выбирать именно регулируемые брокерские компании, которые имеют защиту капитала для каждого трейдера, имеют удобные способы пополнения и снятия без комиссии, потому что, когда, например, я пополнял счет на бирже криптовалют первый раз, не имея еще биткоинов фактически на своем кошельке, я потерял порядка 10-15% от суммы за счет того, что пользовался обменниками специальными. Вот в случае работы с брокером напрямую, этой проблемы не будет, комиссия будет компенсирована, вы получите всю сумму на торговый счет у брокера. Ну и плюс, конечно, немаловажный факт – это наличие платформы МТ4 для торговли и для анализа рынка. Сейчас мы перейдем чуть позже в нее, и вы сами увидите, что гораздо проще анализировать криптовалюты, да и другие инструменты тоже, именно по платформе МТ4, а не на сайте биржи криптовалют. Потому что, опять же, я и мои коллеги, мы сами торговали через эти организации, эти компании и знаем, о чем говорим именно в этом отношении. Итак, в принципе, основные моменты мы по теории рассмотрели, даже затронув фундаментальные основания настоящего времени. Вот вернемся к главному вопросу, вот то, что происходит в Китае. Мы уже знаем, что запрещены официально ICO на территории Китая, то есть там они проводиться больше не будут. И более того, ходят очень активные слухи насчет того, что запретят и биржи криптовалюты. Крупнейшая китайская биржа сегодня объявила о том, что повердит свою работу в самое ближайшее время. Опять же, главный вопрос, стоит ли этого бояться? По сути, ничего страшного для криптовалют не произошло. На самом деле, тот факт, который касается правового регулирования данной сферы, он всегда был в подвешенном состоянии. То есть, кроме Японии, пока еще никто официально криптовалюты не признал именно средством платежа, хотя Австралия и Вьетнам собираются сделать это уже в ближайшие месяцы. Поэтому криптовалюты и так находятся в подвешенном состоянии. Многие их в свое время запрещали. В свое время Таиланд запрещал биткоин, затем отменил этот запрет. И то, что происходит в Китае сейчас, конечно, вполне логично и ожидаемо, потому что мы знаем, что Китай борется с оттоком средств и капиталов из страны, поэтому, опять же, они ставят запрет на валютные операции, прежде всего. То есть, в Китае практически невозможно купить иностранную валюту за юанью в данный момент. И вот, конечно, поэтому граждане Китая в конце прошлого и начале этого года очень массово скупали биткоин. Если вы вспомните конец прошлого года, то еще мы отмечали в ходе своих вебинаров и утренних брифингов тот факт, что первый импульс роста биткоина был вызван именно повышенным спросом со стороны граждан Китая, потому что, опять же, они не могли покупать доллары, евро, либо более привычные валюты и начали покупать массово биткоин. Я думаю, покупательская способность граждан Китая ни у кого вопросов не вызывает. Ну, опять же, если мы говорим не про среднего гражданина данной страны, а именно про такой класс, который приближен, ну, скажем, к более высокой какой-то кассе, да, конечно, там есть множество средств, которые нужно было куда-то вложить и диверсифицировать риск, связанный с китайским юанем. Вот поэтому биткоин и начал стремительный рост в конце прошлого года, в начале этого года. Конечно, если мы сейчас видим тот факт, что, по сути, этот главный стимул прежнего роста встает под большой вопрос, то есть, да, если все-таки запретят вообще, скажем, все операции с криптовалютой на территории Китая, то, конечно, это может стать тем фактором, который может обрушить биткоин очень сильно. То есть, мы можем увидеть повторение ситуации прошлых лет, когда мы взяли коррекцию в 70-80% под максимальное значение, то есть, это означает, что, скажем, примерно до долларов 700 или даже 500 мы можем упуститься. Но самое важное для этого, нужны какие-то сверхпанические настроения, то есть, массовые продажи биткоинов. А учитывая то, насколько сейчас хорошо развита инфраструктура в данной сфере, маловозможно видеться именно такой сценарий. Хотя, конечно, исключать его не стоит. Так вот, то, о чем я начал говорить, о том, что сам по себе запрет ICO и криптовалютой на территории Китая не будет большой катастрофой для данной сферы, потому что она и так находится в подвешенном правовом состоянии по-прежнему. И просто есть много других стран, которые с радостью примут у себя тех, кто желает провести ICO, либо тех, кто желает торговать криптовалютой. Вот, например, Южная Корея. И это крупнейший игрок рынка именно в сфере организации услуг для торговли криптовалютой. Крупнейшие многие биржи мира находятся на территории Южной Кореи. И вот, если вы посмотрите статистику по обороту биткоина, например, и прочих криптовалют, то увидите, что Южная Корея занимает одно из первых мест. И да, конечно, там есть сейчас еще геополитический фактор со стороны Северной Кореи, которая якобы хочет посягнуть на эти достижения своего соседа, но все-таки нужно адекватно воспринимать ситуацию и понимать, что кроме Китая есть очень много стран, которые те же офшорные зоны на крайний случай. То есть, если даже все, скажем, те, кого привыкли считать такими сильно зарегулированными странами с жесткой налоговой политикой, то пусть то Европа, либо Соединенные Штаты Америки, ну, даже Россию к этому списку тоже можно отнести. Даже если все эти страны откажутся вдруг от криптобирж и, скажем, ICO, хотя никаких предпосылок для этого нет, да, мы видим, что регуляторы многих стран наоборот ICO начинают поощрять и разрабатывают документацию, которая будет сопутствовать в данной сфере. То есть найдутся в любом случае те, кто позволит это делать, потому что это, что называется, лакомый кусок пирога, да, потому что, опять же, те страны, которые будут привлекать эти организации, будут с этого определенный профит, да, что называется, получать. Поэтому, опять же, не нужно подвергаться вот тому страху, да, тем сомнениям, которые есть сейчас по биткоину, но при этом нужно оценивать ситуацию объективно. То есть сейчас определенно какие-то крупные участники рынка массово избавляются от криптовалют, закрываются сделки на продажу. Еще в ходе прошлого вебинара, сейчас я включу демонстрацию рабочего стола, чтобы мы могли перейти в платформу и проанализировать все криптовалюты. Так вот, в ходе прошлого вебинара мы отмечали тот важный уровень. Да, прежде, пожалуйста, поставьте плюсики, если видите мой рабочий стол и, в частности, вот торговую платформу сейчас. Если это так, то... Да, спасибо, можно дальше не ставить, я вижу, что рабочий стол видим. Так вот, на прошлой неделе мы говорили о том, что биткоин, конечно, может расти и дальше, но мы отмечали очень важный ценовой уровень. Этой отметкой являлась цифра в 4350 и 4200. Вот что особенно было интересно. 4200 располагается чуть ниже, сейчас я вам тоже этот уровень покажу. Вот именно от этих значений мы советовали продавать, то есть, если мы закрепимся ниже данных уровней, мы говорили о том, что биткоин может быть под некой угрозой. Конечно, того, что движение будет столь сильным, мы не ожидали, потому что непонятна была ситуация все-таки с Китаем. Да, и отметим, что новость по запрету ICO в Китае, она вышла еще до нашего вебинара на прошлой неделе. То есть, до либо среда, либо четверга это был. И мы отмечали, что в тот день, в принципе, рынок не начал валиться. Все без какого-то лишнего негатива восприняли ситуацию с запретом ICO в Китае и сразу не начали массово распродавать биткоин, криптовалюты. Поэтому ситуация была относительно стабильной. Но постепенно мы видим, что объем на продажу нарастал и наблюдаем в данный момент ускорение по этим инструментам. Я сейчас уберу лишние уровни. Поэтому, опять же, если мы... Вот будет очень полезно для вас, если вы проанализируете ситуацию с разворотом по биткоину в ходе прошлых движений. То есть можно будет просто в любом торговом терминале открыть график пары биткоин-доллар и посмотреть, как цена разворачивалась в свои прошлые разы. То есть мы видим также, что был резкий импульс вверх, но затем было же такое же сильное снижение. Буквально за 1-2 дня, если мы увеличим график, то увидим, что буквально за 1-2 дня мы видим, как происходит масштабный слив, что называется биткоин, и все массово избавляются от длинных позиций, закрывают сделки на покупку. Но затем ситуация несколько стабилизируется. То есть мы можем видеть вполне повторение такой ситуации, как здесь на графике. Надеюсь, вам хорошо видно. То есть когда мы сильно падаем в течение двух дней, но затем мы начинаем столь же сильный рост. То есть понятное дело, что про обновление максимума тогда говорить не приходилось. Но тем не менее, столь же сильные попытки покупателей вернуть восходящий тренд, они вполне имели место быть. То же самое вполне мы можем увидеть и в ближайшие дни. Потому что, опять же, нужно обращать внимание на то, как будут отрабатываться важные ценовые уровни. Вот отметим, что сейчас мы приближаемся к очень важной ценовой отметке по биткоину. Это уровень 3500. Это круглое значение, это максимальный уровень августа. Мы в августе 4 дня не могли пробить эту отметку. Это была максимальная отметка за всю историю торговли биткоином. И вот сейчас мы вернулись к этому уровню, но уже с другой стороны. То есть вернулись вверху вниз. Поэтому, если мы сумеем удержаться выше этой отметки, то можно будет говорить о том, что биткоин могут вернуть обратно в условия восходящего тренда, если же мы окажемся ниже данных значений. И особенно, если мы окажемся ниже уровня 3250. Вот я тоже сейчас отмечиваю на графике красной линии. И вот в таком случае можно будет вполне рассчитывать на сильное снижение. У нас далее будет уровень еще 3000 ровный. Но вот если это будет последняя цена, за которую сможет зацепиться биткоин, если будет снижение продолжаться. Вот если мы опустимся, скажем, ниже 3000 долларов, то уже можно будет продавать с целью на 1900. Это вот самый нижний уровень синего цвета. Но, опять же, это только в том случае, если будет ухудшение ситуации, если будут какие-то новые, очень негативные новости появляться. И мы увидим усиление паники тех, кто покупал биткоин и тех, кто держит его довольно долго. Потому что, опять же, вспомним, что есть множество энтузиастов, которые просто верят в биткоин, просто держат его на своих кошельках и не реагируют на снижение цены. Но, сами понимаете, даже если вы во что-то очень сильно верите, и это что-то стоит, скажем, сегодня 5000 долларов, а через несколько дней уже 3000 долларов, то у вас есть большой соблазн быстрее закрыть сделку, быстрее получить хоть какие-то деньги и все-таки получить плюс, потому что, опять же, вернуться на рынок и вернуться в длинные позиции никогда не поздно. Но прибыль хочется получить, зафиксировать как можно быстрее и как можно больше, что вполне логично. Поэтому, опять же, мы пока не станем делать резкие заявления о том, что биткоин вот-вот обрушится, и мы увидим, скажем, снижение на 50-70% от текущего значения, но очень внимательно нужно подойти к уровню в 3500, далее в 3200 и отметка в 3000 долларов. Вот те, кто уже подписался и стал пользователем нашего Telegram чата, ссылка на него есть в самом начале чата сегодняшнего, сейчас я ее продублирую, там вчера был отличный анализ по уровням Fibonacci. Уровни Fibonacci это коррекционные уровни, то есть они, да, я продублировал еще раз ссылку на наш канал в Telegram, кто не пользуется, советую, потому что там все актуальные торговые идеи в режиме онлайн мы размещаем. Так вот, там вчера был разбор по уровням Fibonacci, это коррекционные уровни, которые показывают, до каких значений цена может опускаться, то есть где ее ловить и какие цели перед собой ставить, если мы рассчитываем заработать на снижении курса. И как раз-таки, насколько я помню, сейчас отлично отрабатывают данные значения. Вот если по-простому нанести сейчас эти уровни, то выглядит это следующим образом. Мы просто соединяем минимальное и максимальное значение вот за период последнего роста, с марта по текущий момент, и видим два очень важных коррекционных уровня. Вот первый мы пробили вчера еще, об этом мы писали в телеграм-канале, это отметка в 4000 долларов за один биткоин, и второй совпадает полностью с тем, что мы только что обозначили, это отметка 3500. То есть если мы закрепимся ниже уровня 3500, то по уровням Fibonacci наша цель будет находиться на текущей уже в 3000 долларов. Именно такую цель стоит ставить, если вы продаете биткоин по отношению к доллару. Опять же, можете попробовать сами нанести на график уровни, чтобы проанализировать ситуацию самостоятельно, либо обратиться к нам. Ну, кстати, вот сейчас мы видим, что снижение возобновляется у нас. Казалось бы, если мы на график М30 перейдем, 30-минутный, казалось бы, есть предпосылки для разворота, здесь несколько зеленых свечей, но сейчас мы вновь к минимальным значениям подходим, и можем, на самом деле, даже прямо сейчас обновить минимумы сегодняшнего дня. Те, кто использует стратегии скальпинга, то есть в течение дня много сделок совершают, вполне можно продать, либо отложенную рыбу поставить сейчас на пробой этого минимального значения. Вот здесь входить по 3480 и забрать примерно долларов 30 движения за несколько минут. То есть такие возможности тоже есть у тех, кто торгует криптовалютами. Так, кто не видит график, можете развернуть просто экран по шире. Ну, я буду стараться график держать таким образом, чтобы, да, видео в правом верхнем углу не заграживало сам элемент графика, именно анализов. Итак, да, вопросы, пожалуйста, пишите в общем чате, мы их в конце обязательно разберем. Пока же перейдем к анализу следующих криптовалют. Что касается эфира, то здесь все тоже довольно интересно. У нас была на прошлой неделе идея покупать эфир, пока мы не достигнем прошлого максимума, это почти 400 долларов за один эфир. И вот мы рекомендовали к уровню 400 присмотреться и либо продавать от него сразу, но довольно осторожно, либо пытаться покупать в случае пробоя данного уровня. Вот мы видим, что первый сценарий себя полностью оправдал. Мы наблюдаем, как сформировалась двойная вершина, то есть когда у нас есть две точки, в которую цена два раза ударяется и не может пробить какое-то значение. Вот сейчас мы наблюдаем откат от этого уровня, и самое главное, на что стоит обратить внимание, это то, что был пробит восходящий тренд. Вот эта линия наклонная синего цвета, которую вы, я надеюсь, видите, это был уровень восходящего тренда. Мы закрепились ниже данной отметки, поэтому сейчас и произошло ускорение в ходе вчерашней торговой сессии. Точнее, прошу прощения, это дневной график, поэтому, да, коррекция была еще 9, точнее, 8 сентября. Да, прошу прощения, 8 сентября еще мы наблюдали прорыв данной линии поддержки, и после этого уже ускорение произошло, которое мы видим и сегодня. Здесь также есть очень сильный уровень, это отметка в 230 долларов. Если быть точным, то это 228-227 диапазон. Почему этот уровень важен, мы сейчас отметим. Потому что ранее цена отбивалась вот с этих значений, это была здесь консолидация первая, и затем также, если вы посмотрите вот на следующий момент, сейчас я обозначу его желтым цветом, вот, это также одна из наших торговых идей, когда мы вышли за границы вот этого треугольника, который здесь образовался, то есть поднялись выше уровня 230. Мы рекомендовали покупать эфир, потому что, опять же, уже нисходящий тренд был пробит, да, вот здесь был нисходящий тренд изначально. Но сейчас мы видим, что цена вновь вернулась к этому значению, и вновь его тестируют. То есть если мы сейчас попытаемся все-таки отбиться от него, то можно будет покупать эфир и надеяться, опять же, на то, что мы вернемся к тем максимальным значениям, которые были, либо хотя бы к уровню 300. Сейчас мы торгуемся под 238 долларов. Потенциал роста до 300 долларов есть, в случае, если мы все-таки увидим какие-то первые движения на разворот. Но, опять же, если мы окажемся ниже 230 долларов, то может смело продавать эфир. Это станет понятно уже завтра. И в таком случае наша цель первая будет находиться на отметке в 180-190 примерно. То есть можно будет заработать около 30 долларов на один контракт, либо это 40% от депозита. То есть в сделке по продаже эфира от уровня 225-230 можно будет заработать около 40% без использования кредитного плеча. У нас же плечо кредитное на счете в биткоинах составляет 1 к 10. То есть вы можете, в принципе, увеличить вашу доходность. Я скину с вашего позволения ссылку на страницу с описанием наших торговых счетов в криптовалюте. Мы стали почти одним из первых брокеров, регулируемых, которые запустили именно счета торговой криптовалюты. То есть на бирже криптовалют они были, само собой, уже долгое время. Но, опять же, я отмечал сегодня, что биржи не очень надежные сами по себе институты, потому что в любой момент сайт может просто закрыться, и вы не сможете получить доступ к своему торговому счету. Опять же, у нас клиенты защищены на сумму до 20 тысяч долларов, поэтому этот риск, он, конечно же, полностью не верирован в данном случае получается. Поэтому, опять же, призываю вас торговые счета в криптовалюте протестировать в рамках нашей компании. Итак, двигаемся дальше. У нас 8 криптовалют, поэтому мы только начинаем, можно сказать, наш анализ и разбор тех торговых людей, которые есть в данный момент. Эфир Классик – это часть, можно сказать, эфира. Да, раньше это была одна криптовалюта, затем их стало две. Произошло разделение ветви, как и в случае с биткоином в августе этого года. Здесь ситуация более интересная. Пара эфир Классик по отношению к доллару США. Мы можем видеть очень перспективную торговую идею, потому что уровень у нас также есть. Самое главное в анализе инструментов – это определить важные ценовые уровни, от которых происходят покупки либо продажи крупными участниками рынка. И вот уровень 11, прошу прощения, 12.60 отметка. В долгое время именно от нее происходили покупки. Мы видим, что на прошлой неделе, когда вот это был хайп, новая волна роста криптовалюты, именно от отметки 12.60 происходили ускорения. Вот мы также протестировали максимальные значения, то есть там более 100% тогда криптовалюта прибавим его в цене буквально за 2 дня. И сейчас мы опустились вновь ниже этого уровня. Если мы сегодня останемся ниже отметки в 12.60, то у нас будет сигнал на продажу. То есть мы вполне можем увидеть скат, скатывание к отметке в 7-8 долларов, потому что опять же вот та отметка, на которой многие покупали, если они не смогли зафиксировать прибыль по хорошей цене, то сейчас они находятся в убытках и будут такие убытки закрывать. Опять же, если вот будет какой-то элемент, скажем, панических настроений, то обязательно мы увидим массовое закрытие позиций и опустимся еще ниже. Опять же, при условии того, что биткоин не развернется в самое ближайшее время. То есть так или иначе, все криптовалюты коррелируют с биткоином, поэтому, прежде всего, если вы анализируете рынок, то сначала посмотрите на график биткоина, что происходит с ним, и затем уже переходите на график той криптовалюты, которой вы собираетесь торговать в какой-то конкретный день. Поэтому, если биткоин продолжит снижение, то одной из самых быстро падающих криптовалют будет именно Эфир Классик. мы можем увидеть возврат к значениям в, повторюсь, 7-8 долларов за одну монету. Что касается криптовалюты Zcash, возможно, вы тоже слышали про нее, одна из криптовалют с довольно высокой капитализацией входит в топ-10, это точно. Вот вполне немного иная ситуация была с позиции технического анализа. Мы долгое время наблюдали такой восходящий канал, восходящий тренд, но, опять же, это криптовалюта, которую довольно быстро продают, от нее быстро избавляются. Вот это мы можем видеть в ходе прошлых движений. Казалось бы, мы выросли со 100 до 450 долларов почти, но затем упали также сильно до 145. Это в той ситуации, когда биткоин потерял всего лишь 10-15%, вот когда прошлая коррекция была по биткоину еще до нынешнего снижения. В тот момент Zcash довольно сильно избавлялись, и она потеряла порядка 70% от своего максимального значения. Поэтому, опять же, обращаем внимание на данную криптовалюту, ее также можно будет продавать в случае, если завтра снижение продолжится, если мы откроем торговую сессию завтрашнего дня в красной зоне, и начнется тенденция к дальнейшим продажам, то можно будет продавать также данную криптовалюту с целями, опять же, прежде всего на отметке 140, сейчас она по 170 котируется, то есть можно будет заработать около 30 долларов на один контракт довольно быстро, потому что в течение одного-двух дней может ситуация произойти, та, которую мы отметили. Да, прошу прощения, что несколько затянули с ответом на вопросы. Обязательно сделаем запись этой трансляции, можете обратиться к менеджеру нашей компании, Амаркетс, либо просто проверить YouTube-канал наш. Там обязательно будет запись в течение одного-двух дней минимум, точнее максимум, размещена. То есть в самое ближайшее время постараемся разместить данную запись на YouTube-канале. Да, и кстати, у нас есть еще несколько бонусов для зрителей, которые сегодня с нами. Если вы все-таки решите торговать с криптовалютами с нашей компанией, то мы дадим эксклюзивный бонус 25% от суммы пополнения, то есть, скажем, с каждой тысячи долларов у вас будет 1250 на счете для торговли. Эта сумма не выводится, но полностью участвует в торговле, сутрибль с нее можно будет выводить. Повторюсь, 25% бонус и наша книга по криптовалютам, мы недавно ее подготовили, она сейчас находится в редакции, там описана история криптовалют, торговые стратегии, которые можно использовать и много-много интересной информации. Поэтому вот специально для тех, кто сегодня с нами, мы сделаем бонус, сделаем книгу и сделаем запись этой трансляции. Опять же, что называется, все для того, чтобы вы с пользой могли заниматься сферой криптовалют. Итак, двигаемся дальше. Вопросы именно по рынку, по тенденциям, по ICO, которые я тоже видел в общем чате, давайте оставим на завершающую часть, хотя мы и так, в принципе, уже подходим к концу. Далее, торговые идеи, которые можно отнести, скажем, к второму эшелону, то есть, если не отработают те, которые мы изначально отметили, по биткоину, по эфиру, по Zcash, эфир классик, то можно использовать будет вот данные наработки. Прежде всего, мы имеем все шансы на то, что будет восходящее движение по Monero, прошу прощения, компенсировано. То есть, Monero вырос с 50 до 150 долларов, мы это отмечали, заработали на этом очень хорошо на прошлой неделе и на позапрошлой тоже, когда это движение начиналось. Один из лучших трейдов был наших специалистов и наших клиентов. Но сейчас мы имеем все шансы вернуться назад к отметке в 50. Если, опять же, тенденция вновь продолжится, то Monero также будет одним из аутсайдеров, то есть, одним из тех, скажем, узоров, которые быстрее остальных будут терять в цене. То есть, скажем, если биткоин опустится на 100 долларов, либо в процентном соотношении это будет там порядка, скажем, 5 процентов, да, условно. То есть, при снижении биткоина на 5 процентов Monero будет снижаться на все 20-30. Поэтому, опять же, можно будет ставить отложенные ордера по данному инструменту. Это будет отметка 90, важный уровень синего цвета у меня обозначен, и отметка 84. Если мы оказываемся ниже этих уровней, то, конечно, снижение продолжится до уровня в 50-55 долларов примерно. В этом диапазоне мы будем находиться. Вот тоже очень интересная ситуация, это Litecoin. Во многом он похож технологически на биткоин, во многом повторял его движение ранее, но, вот опять же, это такая криптовалюта с меньшей капитализацией, поэтому она бывает даже более волатильна. То есть, мы также видим, как с 52 долларов мы резко выросли почти до 100, то есть, почти 100 процентов можно было заработать в случае правильной точки входа. И сейчас мы вновь находимся в низи, вблизи уровня поддержки синего цвета, также линия у меня на графике обозначена. Вот сегодня вы могли видеть так называемый отбой от этих значений, то есть, когда цена подходит к уровню, но отбивается от него. Но, вот опять же, не исключен вариант с пробоем этого уровня. А что бывает после пробоя уровня, я думаю, вы уже успели понять, да, вот когда мы, скажем, по биткоину пробивали уровень Fibonacci, либо по эфиру, например, да, в данной ситуации, то есть, после пробоя уровня следует ускорение цены, поэтому в случае, если Litecoin пробьет данный вот такой наклонный свой уровень, то мы увидим снижение как минимум вот до этих значений, красный уровень на графике, отметка 38 долларов, то есть 48 до 38, да, получается около 25 процентов. также за несколько дней можно будет заработать на данной идее. Опять же, призываю вас мониторить наш Telegram-канал, там все актуальные, самые актуальные торговые возможности будут появляться обязательно, и именно там точные моменты входа в рынок мы будем для вас обязательно транслировать. Похожая ситуация по криптовалюте Dashcoin вот с тем, что мы видим по Litecoin, но только здесь мы еще не приблизились к этой линии. То есть вполне мы можем спрогнозировать снижение до синей линии, потому что вероятно всего будет повторное тестирование данной линии. Опять же, может повториться ситуация с Litecoin, и вот как раз-таки там даже два важных уровня, один из них горизонтальный, это отметка в 117, в 217, прошу прощения, которая красного цвета у меня линия на графике, а вторая линия синего цвета, которая наклонная. Вот именно на стыке этих линий вот в этом диапазоне может вполне остановиться снижение по Dashcoin, но вот до момента, пока мы туда придем, вполне нас мало что будет останавливать, поэтому опять же, здесь скорее пока на продажу смотрится эта криптовалюта, нежели на рост. Опять же, вот вопрос, который многих сейчас волнует, когда можно будет снова покупать криптовалюты, потому что понятно, что сейчас вроде как все плохо, да, с одной стороны, и все продают в ближайшие дни, будут, может быть, также продавать, но вопрос, когда их покупать опять, да, вот, когда будут те признаки, которые нам помогут вовремя купить этот актив. Можно последить опять же на истории графика и понять то, как это происходило. Во-первых, чтобы получить сигнал на покупку, нам нужно, чтобы была какая-то минимальная тенденция к развороту. То есть, вот, скажем, прежний наш эпизод с коррекцией по следующим разворотам вот состоялся здесь. Мы видим сначала свечу зеленого цвета, которая перекрывает две прошлые красные свечи. И, более того, вот, я уже говорил о том, что в MT4-платформе есть удобный инструмент для анализа рынка, есть такой индикатор, как скользящая средняя линия, он называется Moving Coverage. Как раз таки мы видим, что от Moving Coverage цена оттолкнулась в прошлый раз, поэтому, опять же, если мы подойдем сейчас к этой линии, у нас может появиться вероятность того, что мы развернемся, то есть нужно ждать дополнительные сигналы. Либо в лице зеленой свечи, то есть должны появиться первые покупки, для того, чтобы мы тоже могли присоединиться к этим, либо должен появиться какой-то важный уровень, либо может быть вызван индикатором Moving Average. Ссылка на платформу есть на сайте компании amarkets.org, либо можете в интернете набрать платформу MetaTrader4. Опять же, далеко не в каждой платформе есть криптовалюты, поэтому советую вам с нашего сайта скачать платформу, там уже 8 криптовалют по умолчанию будут. Да, что касается Ripple, то мы на прошлом вебинаре говорили о том, что их на самом деле крупные банки используют, очень перспективная и высокотехнологичная валюта, но также поддержана снижение. Да, вот это последнее из тех, которые мы сегодня должны рассмотреть. На самом деле Ripple хоть и очень перспективная, очень прижилась в банковской сфере, но пока находится под довольно серьезным давлением. мы видим, что вообще там в целом тенденция такая нисходящая скорее, то есть ее изначально как-то переоценили слишком, да, и затем она несколько раз довольно сильно падала в цене. Сейчас мы также смотрим вниз, пока нет ни одного сигнала на покупку по данной криптовалюте, но это опять же лишь пока. если мы перейдем на меньший таймфрейм, то можно обозначить ближайшую область консолидации, сейчас она котируется по 16 центов, а вот если мы окажемся выше 19,5, то есть выше 20 условно центов, то у нас появится первый сигнал на покупку. Почему? Давайте разберем почему. Потому что именно от этого уровня это было минимальное значение за долгое время, здесь область консолидации, которую я сейчас отмечу желтым прямоугольником, в этой области мы долгое время консолидировались и затем произошел пробой этого уровня, то есть то, о чем мы сегодня говорили, то есть фиктовалюта закопляется ниже какой-то отметки, затем следует обязательно ускорение, вот то, что мы увидели сейчас. Но те, кто продавал возле этих значений, и если они в данный то они будут обязательно закрывать свои позиции, если мы вернемся выше этой отметки в 20 центов. Поэтому мы увидим покупки, то есть те, кто продавал эти корни, будут выкупать обратно, поэтому будет большой поток ордеров на покупку, и вот именно от отметки в 20 центов можно будет попробовать вновь купить данную криптовалюту. Либо если вы, скажем, привыкли торговать с большим риском, предпочитаете более агрессивную торговлю, то можно опуститься на еще меньший таймфрейм, скажем, 15-ти минутку, например, и найти похожий уровень уже здесь. То есть вот также мы видим консолидация, это 17 центов отметка, именно от этих уровней также были некие продажи буквально сегодня, несколько часов назад, поэтому те, кто продавал от этих уровней, будут закрывать свои позиции, либо будут срабатывать их стоп-родера просто. Поэтому опять же вот два уровня, которых можно покупать, но опять же будьте осторожны пока с покупками, потому что общая тенденция все-таки нисходящая. Поэтому опять же мы можем говорить о том, что Ripple очень полезен для банков, в целом для финансовой индустрии, но тот факт, что он может быть также переоценен, как скажем другие криптовалюты, он также может имеет место быть. Поэтому вполне возможно, что объективная стоимость Ripple сейчас допустим составляет 5-10 центов, а не 15. Поэтому банки банками, что называется, но снижение может продолжиться. В принципе вот те 8 как-то валют основных самых надежных, самых высококапитализированных мы рассмотрели. то, что мы для клиентов предлагаем. И поэтому давайте быстро рассмотрим те вопросы, которые были у нас сегодня буквально некоторое время на это уделим. Так, мы биткоин в принципе рассмотрели про Швейцарию, налоги, там ну это тема отдельного разговора по правовому регулированию, по налогообложению. Ну опять же безусловно криптовалюта часть современного мира очень важная, отмечу это отдельно, поэтому не нужно, если вот 2-3 года назад считалось, что это какой-то хайп, какая-то пирамида и в случае малейшего негатива скажем все быстро обвалится и вообще перестанет существовать, то сейчас понятно, что это наше настоящее уже, не какое-то будущее неизвестное. поэтому это явно с нами надолго, может быть навсегда, поэтому опять же цена может меняться, но перспективы в целом данной сферы, они, я думаю, сомнению не подлежат. Стоит ли дожидаться полного запрета биткоина в Китае? Этого полного запрета может просто не быть, поэтому конечно, мы говорили сегодня о том, что покупать сейчас не нужно, стоит немного подождать, поэтому в этом отношении вы правы, хотя бы несколько дней, либо вот то, что мы сейчас о чем говорили, должны быть первые признаки для разворота, вот после появления этих первых признаков мы уже сможем говорить о том, что можно начинать покупки. Пока этих признаков нет, поэтому, конечно, давайте подождем, возможно будет новый негатив из Китая, можно будет купить еще по более выгодной цене, либо уже задумываться о продажах, потому что мы отметили уровни, которые будут находиться под давлением. Вот, к сожалению, по поводу OneCoin, XEM, тикера, сегодня не могу ничего сказать, потому что у нас для торговли их нет, я считаю, что все-таки нужно быть осторожным, с торговлей криптовалютами редкими, либо новыми, потому что вы видите сами, что двигаются хорошо все криптовалюты, и Биткоин, и Рипл, и Монеро, скажем, и тот же ваш OneCoin, который вы упомянули, все двигаются очень хорошо, но при этом есть еще элемент надежности, и высокая ликвидность. Если мы говорим про Биткоин, то это высококапитализированная криптовалюта, поэтому по ней всегда высокая ликвидность, это означает то, что у вас будет хороший спред, то есть вы сможете купить по, ну, я надеюсь, вы знаете, что такое спред, это разница между ценой покупки и продажи, то есть у вас всегда будет покупатель, либо продавец на то, чтобы перекрыть вашу позицию, не будет такого, что вы, скажем, купили какую-то редкую криптовалюту, а потом просто некому ее продать, и вы, получается, остаетесь только с ней, не можете никак вывести фактически эту сумму в фиат, поэтому, опять же, мы выбрали 8 наиболее надежных и высоко ликвидных криптовалют, поэтому на их изменениях тоже можно очень хорошо зарабатывать, пример наших клиентов мы можем привести, поэтому, вот опять же, я бы вас ориентировался на то, что мы предлагаем, а не вот такие скорее более редкие криптовалюты. Алексей, ваш вопрос про доверительное управление, мы запустили инвестиционный портфель, буквально на этой неделе, это наша одна из главных новостей, вот у нас биткоин счет появился, счет в биткоинах, и есть инвестиционный портфель, то есть, если вы сами не хотите торговать криптовалютами, вы можете просто инвестировать в этот портфель, и он включает в себя прежде всего биткоин, лайткоин и эфир, по мере нашей разработки, по мере того, как мы посчитаем это нужным, и проще криптовалюты, на нем можно будет работать, я думаю, порядка 20-30% в месяц, а может быть и больше. Отмечу, что это пассивный доход, то есть, не нужно быть самостоятельно торговые решения принимать, поэтому инвест-продукты по криптовалютам также у нас есть. С какой минимальной суммой можно начать торговлю через брокера? Мы сейчас вводим дробный лот плюс опять же, есть кредитное плечо, поэтому суммы даже в 300-400 долларов уже можно начинать работу, но опять же, рекомендуется хотя бы несколько тысяч долларов иметь на счете для торговли. Мы понимаем, что не у каждого далеко такая возможность есть, а желание зарабатывать и развиваться в данной сфере есть у многих, поэтому дробный лот проблему у минимального порога входа решит. уже, я думаю, с даже 200-300 долларов можно будет начинать в течение даже этой недели. Поэтому, опять же, пожалуйста, обратитесь к менеджерам компании Amarkets. Наш сайт, вот еще раз его продублирую, Amarkets.org и мы дадим детальные разъяснения. Ну, в принципе, про другие криптовалюты я уже все рассказал. Ну что ж, ровно 8.001 на моих часах, поэтому давайте будем заканчивать. Сегодня, я считаю, мы очень продуктивно поработали, обсудили теорию, очень кратко обсудили новостной фон, решили, что делать, два сценария рассмотрели по криптовалюте. То есть мы готовы с вами, считайте, и к дальнейшему снижению и готовы к тому, что рост возобновится. Поэтому у нас есть все для того, чтобы дальше работать в данной сфере и работать с пользой. Поэтому всем спасибо, что были сегодня с нами. Напомню еще раз про бонус 25% книгу и запись этого вебинара для тех, кто будет с нами работать. И дальше увидимся в следующий четверг, также в 19.00 по Москве. Всем успехов в торговле и не поддавайтесь общей панике. Успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok